Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, воподом. Сегодня речь пойдет о Георгии и Драконе, книге Ульфа Старка и Анны Кёгунт. Конечно, это не книга, являющаяся перевожением библейского предания. В данном случае христианская легенда о святом Георгии, она существует, святой почитается в разных конфессиях, и она существует в разных вариантах, но речь идет вовсе не о житии святого. Пожалуйста, только не путайте это с религиозной специальной литературой, которую я, как человек невоцерковленный и неверующий, в принципе, освещать не хочу, хотя я иногда интересуюсь. Пожалуйста, христианские апологетики – это одни из любимейших моих авторов. Допустим, Клайва Стейлпса Льюиса я читаю и перечитываю, и понимаю, что нравственное совершенство человека, оно требует таких текстов, тот путь, который мы проходим, как читатели, он обязательно должен пролегать сквозь эти земли. И вот Георгий и Дракон, значит, живы в Кападокии, стартовые ситуации всей легенды, они очень напоминают сказку фольклорную с разделением наследства между тремя сыновьями, они напоминают также и притчу о блудном сыне, потому что те испытания, которые возлагает отец пожилой, уже видящий только одним глазом, уже несчастный, он, конечно, отправляет сыновей не просто повидать мир, а хочет, чтобы они еще на его веку сумели что-то совершить. И вот удастся им это или нет, большая загадка и большая на самом деле тайна. Когда мы читаем это перевожение, мы понимаем, что здесь есть некоторые ходы довольно лобовые, такие вот четкие совершенно, допустим, красота и умень, там, не скажу, какой замечательный творческий навык принцессы, они, значит, даже чудище заставляют остановиться, задуматься, вот, но ненадолго, правда. Вот, есть ходы менее лобовые, допустим, когда ты читаешь долгий путь к дракону, а дракон для него это море, это море, к которому стремится Георгий, и он просто хочет его увидеть. Вот когда он, например, прискакал на этом море, да, ну, первое, что сделал, он просто ножки помочил, да, он просто вот опустил руку в эти волны, он слушал их шорох, он туда, короче говоря, купаться, наверное, приехал. То есть это совершенно человеческое, естественное желание посмотреть море. Но вместе с тем это то самое море, которое мы видим в финале фильма «Достучаться до небес», потому что в раю, как известно, только и разговоров, что о море, о том, как оно выглядит на закате, как огромный огненный шар и так далее, далее по тексту фильма. То есть это действительно символические и реальные планы совмещаются. Никогда все то, чем он так прекрасно снабжен, верный крепкий конь, настоящие металлические доспехи, ваты, да, для небогатого быта, который описывается в этом королевстве, значит, и в этом, в этих землях, и в этой эпохе, да, условно-исторической, конечно, она ничего имеющая, не имеющая с реальной Каппадокии времен Георгия Победоносца уж, если на то говорить, то, значит, тут, конечно, он хорошо вооружен, но и меч, и доспехи, и кони он отдает, потому что так велит ему его сердце. И вот этот девиз очень простой, очень ясный, очень внятный, прислушивается к велениям своего сердца, которое позволит в невероятной ситуации одно дыхание этого дракона, оно смертельно и губительно. То есть, его спасают, он спасается, тоже не скажу как, но это единственный, кстати, момент, где христианство поминается, хотя бы в иллюстрациях книги, потому что там крестик вышит на платке, да, знак. Ну вот, это единственный момент, вот. Даже дыхание этого дракона убивает. И поэтому, конечно, никаких шансов нет у Георгия. И, конечно, целое поле белых крестов, эти белые кресты с розами, знаете, что напоминают? Военное кладбище, которое показывают в американских фильмах, вот эти ровные бесконечные ряды крестов, когда, в сущности, только так и можно организовать захоронение, потому что огромное количество людей полегут до горизонта эти страшные линии из белых крестов, да, или маленьких обелисков с шестигранной звездочкой, с шестиконечной звездочкой, да, или столбиков с полумесяцем, там, разные значки, да, но они все стилистически одинаково сделаны, потому что это вот в смерти все едины, да, там, все полегли. Вот такое кладбище невеста чудовища встречает Георгия. Это действительно страшно. Страшно то, что происходит с королем этого королевства. И каково его раскаяние, и что из этого раскаяния, какие выводы можно сделать? Это тоже отдельные размышления для взрослого читателя. Легенда, еще раз говорю, прочитывается на нескольких уровнях, как и любая детская хорошая книжка должна прочитываться. Маленький же читатель сделает самый главный вывод. Во-первых, настоящая любовь, она действительно побеждает все. И тот, кто стремится спасти свою возлюбленную, он даже не погибает, даже когда должен погибнуть, когда он с одним копьяцом бросается на это чудище, да. Вот. Это во-первых. Во-вторых, слушая свое сердце, ты получаешь невероятные шансы от жизни, да. Вот прислушиваясь к велению своей души, а не к тому, что люди говорят, что надо бы сделать, что было бы безопасно, что было бы полезно, что было бы так далее. А вот именно, что твоя душа говорит, это очень сложная вещь, она очень сильно отличается от произвольного прислушивания к своим эмоциям. А вот мне прихотелось поехать на море, посмотреть на то, как выглядит морской простор. Нет-нет, здесь совсем другое. И стиль особый, возвышенный, стиль легенды, вот, помните, я придумал эту пословицу, как древнюю легенду, да. Придумал эту вещь, как древнюю легенду. Вот она придумана, как древняя легенда, и написана таким стилем. Это все тщательно, аккуратно, но аккуратно направляет читателя именно к нужным выводам. Очень хорошая интерпретация. Прекрасный способ познакомить с легендой ребенка, не вдаваясь в церковно-обрядовые подробности. Очень тактичное обращение с христианским преданием, да. Ни единого слова, вызывающего у меня стилистический протест, да. Вот, ну нельзя так, то есть это, вот. И книга при этом максимально нерелигиозна, то есть она ничего не навязывает, вот. Она просто намекает, что жизнь немножко сложнее, и есть некие силы, да, которым подвластны даже такие страшные вещи, как этот вот ужасный дракон. Ну и чудесные иллюстрации детские, наивные, сильно не напоминающие то, что мы привыкли видеть по отношению Георгия Победоносца, ни русскую икону, ни герб Москвы, ни тому подобные вещи. И это прекрасно, потому что это еще раз позволяет отстраниться, да, от шаблона, от знакомых нам образов, да, и посмотреть на старый-старый сюжет заново. Вот такая прекрасная детская книжка. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.